меня зовут марина мне 37 лет я из минска в латвию переехала с половиной года назад мое детство прошло не в минске в областном центре город баранович и брестская область мои родители также не оттуда но советское время так получилось что они приехали туда по распределению работать там познакомились ну там я родилась иногда мы ездили витебск из барановичей там это было достаточно долго на мой детский возраст к бабушке в гости ну и потом уже переехали в минске я пошла в первый класс там там я уже научилась кататься на велосипеде завела друзей напомню наверное очереди перед новым годом за мандаринами потому что меня с собой брали родители чтобы больше можно было на человека получить меня всегда интересовала экология и у нас минске есть университет сахаровский экологический университет и там была специальность радиоэкология поскольку в школе мне хорошо давалась физика и математика именно радиоэкология выбрала потому что это было связь связано с физикой с ядерной физикой поступить мне туда было абсолютно несложно конкурс туда небольшой был папа мой был против конечно он хотел чтобы я получила другую специальность но сразу я еще когда училась работала дозиметристом на производстве радионуклидов для медицинских целей после этого осталось там же инженером по радиационной безопасности работать после этого я пошла просто в аспирантуру института ядерных энергетических проблем поскольку младшие классы я пошла это была независимая республика беларусь учебники у меня были с национальным флагом с национальным гербом это не то что сейчас лукашенко придумал там в девяносто пятом году девяносто шестом году нас тоже были протесты были протесты были побои многие не знали но отец у меня ходил на эти протесты как бы он мне рассказывал мы покупали газеты и всегда позиционные независимые вот я учила историю как бы и когда я читала то что вот было у меня в младших классах те газеты которые выписывал папа как бы и это что мне говорили уже после этого в школе изменения в учебниках даже по истории это было заметно тогда работая в институте я просто понимала что что и что что и как есть понимать что будет лучше я понимала что лучше не будет единственный раз когда у нас в институте была женщина директором она была достаточно прогрессивные открытая это были самые лучшие годы вот в институте но ее убрали было сложно всегда работать потому что не давали даже делать то что ты хочешь то есть были какие-то европейские проекты на которые мы могли претендовать работать вместе с европейскими учеными но все время палки в колеса ставили из-за того что вы же понимаете они же делают это чтобы у нас украсть какие-то данные там одни шпионы в общем не давали даже элементарных документов чтобы податься единственная мысль у меня практически самого начала было как только поняла что кто-то у нас все-таки выдвигается в президенты это была надежда хотя но столько времени прошло я практически во всех протестах участвовала я видела что мы обычно никогда ничего не получалось сейчас была просто надежда я сильно не верила в то что что-то получится когда люди начали выходить устраиваться в цепочки чтобы поставить подпись за кандидата вот разгоняли ставили какие-то препятствия даже на таком этапе который никак не мог связывать быть связан с протестами тот момент когда я видела что уже что-то будет я записалась в наблюдатели в независимые наблюдатели вот потому что понимаешь что если зависим за выборами не наблюдать то их легче подделать до этого у меня все время не получалось у меня была то учеба то один ребенок родился то второй ребенок родился я пока не были совсем маленькие не готова была так рисковать потому что но я понимала чем я рискую когда я шла я принципе осознавала чем все может закончить самого первого дня нас не пустили в принципе в участок но сам мы стояли за дверью официально мы были наблюдателями но видеть всего мы не видели нарушения были я писала обращение к председателю этой комиссии где я наблюдала то урна с предварительным голосованием ночью я за ней вообще никак не наблюдать пломбы там нормально не было то есть принципе у нас всегда было так что предварительное голосование легче всего подтасовать ну даже на последних вот этих вот протестах я пришла с большим плакатом омона было очень много вот я в какой-то момент просто поняла что очень хочу кофе потому что я всю ночь не спала вот и пошла за кофе и в тот момент пока я ходила за кофе загребли всех меня в принципе арестовывали в 2001 году когда мне было 15 три раза за одно лето но каждый раз из того что я не была несовершеннолетняя на меня дело никакое не называть мне перед последним днем голосования мне с работы начали звонить угрожать говорит что я срочно срочно должна быть на работе в воскресенье когда такого никогда не было угрожали поняли что просто так не получается начали звонить заведующему моей лаборатории он позвонил всем моим коллегам они мне все звонили как бы но они не специально меня пугали и просто их напугали уже сказали что что-то произойдет очень 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 страшно вот и мне надо обязательно прийти на работу но в общем я не пришла на работу когда я пришла на следующий день хотя у меня еще был отпуск но у меня был заблокирован пропуск в общем после этого началось какое какая-то травля на работе приезжала кгб ко мне в институт по моему вопросу ну я конечно же не останавливалась только на наблюдательстве я же после этого подписи собирала снялась вместе с другими научными сотрудниками в видеообращении руководство видела что я не останавливаюсь они все время зажимали зажимали меня отселили в другой корпус всему институту сказали что я шпион или вообще не нормально в общем я поняла что не надо объявить о том что я все ухожу иначе покоя не дадут я написала за полтора месяца заявление на то что я увольняюсь но я не хотела сразу уходить потому что это заканчивалась пятилетка я должна была сдать отчет мне мой заведующий лаборатории тоже как бы понимал что на него давят очень сильно уже иногда не может просто выдерживать все это давление ну помог мне здесь в риге найти работу в феврале я уже уехал вот я до последнего наверное не очень хотела уезжать потому что уже уезжала я одна муж и дети оставались беларуси я честно говоря надеялась в том что я какое-то время здесь побуду и все как-то уляжется понимание того что я не могу подвергать риску своих родственников если бы меня посадили а меня бы скорее всего посадили вот я будет наверное как-то пережила бы но я просто понимаю своих родителей они бы там носились не знали как мне помочь искать адвокатов которых уже не найти невозможно потому что адвокатов тоже садят я понимаю что я не могу так поступить со своими родителями вот поэтому я решила уехать муж с детьми и приехали ко мне через полгода здесь в риге я работаю в компании по производству детекторов baltic scientific инструмент с гордостью можно за латвию сказать что это производство этих детекторов и третье в мире я начала учить латышский язык и вот у меня через две недели будет экзамен на b1 нашла трудным учреждением учиться именно вот на курсах поскольку они все предназначены для того чтобы тебя подготовить к экзамену но не для того чтобы выучить язык то есть вот я сейчас иду сдавать на b1 кажется что я сдам но говорить все-таки мне трудно со старшим ребенком я читаю учебники конечно со словарем но в общем то все все терпим когда я только сюда приехала был к вид все было закрыто развлекаться как-то надо было я плавала на байдарках на лигу я тоже поехала на три дня на байдарках кататься принципе уже тогда начала понимать как живут люди какие есть праздники какие ценности также очень помогло то что у меня ребенок пошел садик вот и в садике очень много было то есть они устраивают праздники по всем национальным праздником мне кажется что латвия пахнет болотом и в хорошем смысле тут очень много болот озер пахнет зеленью ну вот именно такой влажные зеленью в латвии очень разные люди и каждому нужен свой подход для разговора и понимания друг друга меня удивило то что здесь государственные органы помогают людям несколько раз когда я обращалась по млп всегда находят лазейки помогают написать там заявление я спросила насколько сложно в латвии получить лицензию он сказал нет не сложно вот меня удивило это потому что беларуси лицензионные виды деятельности в них идут работать или заниматься бизнесом очень рискованные люди либо знающие кому давать взятки здесь это просто любой смертный человек может пойти сделать это в латвии я обнаружила очень сплоченных людей нам это немножко чуждо потому что у нас идет отторжение от государства очень много людей понимает что если ты будешь делать что-то на благо государства ты будешь хорошо делать возможно власти и лукашенко люди патриотичны гимн тут на самом деле идет от всего сердца беларуси же как бы гимн идет какое-то отторжение людей потому что опять же это переделанный советский гимн это ненародное то же самое с государственными символами здесь их действительно очень любят и вот я понимаю то к чему надо стремиться вот когда у нас будет независимая страна это действительно надо воспитывать людях любовь к истории к своей земле вернуться в беларусь будет возможно когда пойдет режим и я увижу что возвращаться безопасно